Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписывались. Я вас сегодня приглашаю в новый выпуск. Я хочу вам показать Лоу. Это такой поселочек, который маленький, находится на берегу Черного моря. Здесь самый разгар сезона, конец июля. Погнали, посмотрим. Сам Лоу начинается на серпантине и просто такой длинный-длинный-длинный. Из-за простопримечательностей в Лоу есть только Лоуовский храм. Давайте я сейчас вставочку сделаю, потому что в этот раз я просто не хочу ехать. В общем, вот так это все выглядит. Видите, здесь люди сидят, молятся, наверное. Статки храма древнего. И даже люди зажигают здесь свечки. Вот так, ребята, это все выглядит. Видите? Ленточки вешают на деревья, иконки оставляют. А мы с вами отправляемся вот сюда вот, в туннель, и пойдем смотреть море. Последний раз, когда мы сюда приезжали, здесь было вообще минимум людей, но поселок сам стоял в пробке прям такой хороший, хозяйственный. В принципе, он здесь сидит вообще постоянно. И когда мы попали сюда, на пляж, я вообще офигел от того, что пляжа нет. Возможно, был прилив. Или, возможно, что-то не так сделали. Слушайте, я не знаю. Мне показалось это необычно. Необычная набережная есть, пляжа нет. Поэтому я хочу посмотреть, как сейчас, вообще, где купаются люди, потому что тогда было минимум прям людей, и мы тоже купались. Как сейчас получится, не получится, я не знаю. Дело к закату. Пойдемте глянем. Ну что, мы подходим к морю. Здесь вот получается, ну, такой своеобразный проход. И тут река Лоо втекает в море, и люди здесь вот уже купаются. Здесь такой вот пляж очень-очень узенький, прям очень узенький. Но зато посмотрите, как пусто. Вон там вообще с волнорезов ныряют. Вот такая, знаете, типа, своя атмосфера. Вот здесь вот в этих эллингах можно снять жилье и жить прям на первой линии. Видите, пляжа толком нету. Зато есть вот такой эллинг, где ты, типа, снял комнату, вышло от тебя сразу, короче, море. Ну, типа, прикольно, но кто как отзывается вообще про вот эти все эллинги, не знаю, мы не пробовали, не смотрели. Да, вот тут пляжа, все, его как бы вообще нету. Сейчас попробуем показать. Здесь сделали вот такую вот, типа, лавочку. Можно посидеть. И вот такая вот история. Лесенка, и все. И дальше сразу начинается море. С одной стороны, типа, мол, печаль. А с другой стороны, ну что ты на эллинге живешь, ты вышел вот так вот. Открываю тебя шукс и красотища. В принципе, очень-очень спокойно. Просто проснулся и сразу пошел купаться. И тебе никто не мешает, у тебя нету никакого борща из людей, да, как вы это можете заметить там в других выпусках, когда мы гуляем в каких-то прям очень развитых туристических поселках, либо городах. А здесь все как-то вот так вот. Три этажа. Можешь жить вот так вот. Тут кухонка, видите? Прикольная. Прикольная тема. Я бы прожил, если честно, в таком условии, потому что ты вышел, ты такая, чикс, терраса, либо ты сразу вообще попадаешь на набережную. О, кстати, на набережной по-прежнему все закрыто. Мы как бы гуляли здесь в июне, и я думал, здесь, короче, все откроется, здесь будет такая суета туристическая. А нет, ребята, я вам скажу, нет. Вот такие бетоны, волны, видимо. Вот так вот люди купаются, загорают. Но пляж хоть немножко появился. Его же вообще не было. Зато, говорю, зато малолюдно. Вот, окей, нет пляжа, зато малолюдно. Я думал, тут вообще все будет движуха. Почему-то нет. Видимо, Лоо не пользуется спросом. Ну, давайте пройдем подальше, посмотрим. Вы это сами посудите. Вот, считай, набережная, кукуруза, 50 рублей. Я вообще ничего дешевле не видел. Я видел 70, 50 нет. У нас сейчас Краснодаре она стоит 22 рубля, а тут как бы 50 тебе еще и сварили. Ну, мне кажется, это прям очень дешево. Вот здесь, значит, для детишек всякие развлекушки. Прокаты, стрелялки, рыбалки, вот этот шкаф аэрохоккей. И так вот. Опа! Зато какое чистое море. Вы только гляньте. Не знаю. Блин, вообще прикольно на самом деле. Конечно, пляж типа закрыт, видите, с точки зрения безопасности. Проход запрещен. Вот и прям с лестницы. Прукс! Здесь он где все норм. Вот. Для детей здесь тут полно. Полно всего. Есть такой вот ресторанчик. С видом на море здесь, скорее всего, по вечерам играет живая музыка. Судя по аппаратуре, да, которая установлена. Сейчас, кстати, самый кайф гулять на набережной, потому что дело к закату. И не так уже жарко, терпимо. Можно просто ходить, наслаждаться и гулять. Вот, видите, набережная и сразу вода. Вот она лестница. А вон другая лестница. Вот так вот. Обидно, конечно. Вообще, кто в курсе, почему так произошло, что нету берега, там берег есть. Там прям вообще, смотрите, там столько людей. И здесь, кстати, вот этот кайф, что ты можешь покупаться, действительно насладиться морем, а не в борще. А там жесть. Сейчас, если не дойду до туда, долечу. Ну, вы поймете разницу. То ли 20 рублей. Вот опять, видите, проход запрещен, потому что нету берега. Вот набережную, видите, так и не достроили. То есть этот кусок сейчас нужно как-то нам будет обойти. Там стоит забор. Либо в плавь. Ну, в плавь, конечно, не пойдем, не поплывем. Вот такие вот, ребятки, дела. А вон там людей просто трындец. Вот пойдемте в это мясо. Значит, обходим недостроенный участок вот по такой улочке. Здесь прям движ. Люди, кто на море, кто с моря, кто на закат, кто на набережную, кто уже переоделся. Единственное, мне непонятно, вот первое, почему не стало берега. Второе, мне непонятно, почему не достроили набережную к сезону. Здесь такая работа кипела. Я прям помню. А толком сейчас работы никакие не проводятся. Ну, пойдемте дальше посмотрим, что там. Здесь, значит, смотрите, есть платная стоянка. Экскурсии. Возят и в Абхазию, и в Сочи, и там в Краснодар, куда вам надо, туда вас отвезут. На джипах, на микроавтобусах. Опять эллинги. Парковка забита. Но я, конечно, искренне не понимаю людей, которые идут купаться в Борщ, когда, конечно, вот там можно. Лучше там покупаться. Ну, вот по мне так. Там прям, видели? Очень малолюдно. Почти никого нету. И есть возможность посладиться морем. Здесь, смотрите, кафешечка. Яма какая-то. Так, и что у нас тут? Страшно подходить, не для бог рухнет. Вот такой бетонный пляж. Вы готовы это увидеть? Тогда смотрите. Та-ра-ра-рам. Обалдеть. Я думаю, что вода очень теплая. Поэтому люди сейчас вот так вот наслаждаются. Купаются. Очень много людей на пляже. Очень много людей в море. И посмотрите теперь вот в ту сторону, где нет пляжа. Там вообще никого нету. Что бы выбрали вы? Напишите в комментариях. Вот эту сторону. Либо вот эту сторону. А я пока пойду туда, покажу вам еще немножко хлоу. Судя по количеству людей, огромное количество людей выбирают именно этот поселочек. Не знаю, честно. Я не знаю, чем он привлекает. Он по кайфу с точки зрения диких пляжей. Он очень уютный, длинный. Вы просто гляньте. А вот здесь. Особенно вон там. Вот так вот отдыхает народ у нас. Класс. Вода чистейшая. Как и тогда мы купались, я сразу сказал, что в Лоу очень чистая вода. Прям очень. Набережная здесь, конечно, такая у них своеобразная. То есть идут вот эти гостишки какого-то уровня. И сразу же, я так понимаю, что это их территория, их набережная. И сразу море. Но набережная прикольно. Есть вот такие вот кармашки. Типа смотровые площадочки, где мы с вами стояли. Сразу же поможешься выйти из номера, покушать и спуститься на пляж. Это очень классно, что даже, наверное, и первая линия, а это прям берег моря. Вам до моря вообще идти не нужно. Кафешки тоже, в принципе, достаточно забитые. Люди кайфуют, отдыхают. А вот он центральный. Вход на пляж. Такой он спуск. Место купания запрещено. Техническая тут зона. А слева-справа можно зайти и искупнуться. Кафе. Не, ребята, либо по верху пойдем, но по низу, конечно, я не пойду, потому что людей очень много. Давайте попробуем водичку. Опа. Мелкая галька, заход. Вода очень чистая. Вообще по кайфу. Вот люди все и купаются. Борщ. Да. А там вообще и пусто. Ладно, пойдемте наверх. Я готов вам сверху показывать людей. Но, правда, идти в этом месте не очень хочется. Здесь это просто лежачки. Есть у некоторых, значит, зонты. Тоже берут в прокат. По ценам не сориентирую вас, потому что нигде я не увидел никаких табличек. Ну, вот так вот люди отдыхают. Время к закату. Людей, как вы видите, меньше не становится. Хотя на улицах Лоу людей тоже много. А пляжи пятком. Да, наш юг в этом году востребовал. Я не знаю, здесь случается ли так каждый год, что так много людей. Не знаю, но сейчас, конечно, это... По мне это очень огромное количество выбирают. Конкретно Лоу. Вот видите, есть всякие бананы из развлекушек. Там стояли водные лыжи. То есть, кто приедет в Лоу, развлекаться можно. Есть даже вот сабборды. Ну, все по кайфу. На набережной вот так вот люди прям сушат бельишко. Видите, вот такие номера. Интересное, конечно, решение. Прикольное. Главное, главное, чтобы цена была адекватная. Вот тут. И цена, качество было. Главное, самое-самое-самое главное, на мой взгляд, чтобы вы заселялись, было чисто. Какой там люкс, не люкс, пофигу. Главное, чистота. Чтобы не заехать и не убирать, не мыть. А заехать и просто, чтобы было чисто. Пусть старенько, но чисто. Как вы считаете? Вот. Так, смотрите, тут что-то вытекает на пляж. То ли речушка, то ли что. Это стоки какие-то. Вот такой вот вход на пляж. Очень интересненький. Так. А вот, кстати, я сейчас вам расскажу по ценам тут. в плане лежаков. Сейчас такая достаточно широкая табличка висит. Я прочитать смогу. Значит, 300 рублей лежаки, качели 150 рублей в час, качели 700 рублей в день. Да, зачем она нужна тут целый день, качели? Да, тут, смотрите, и галька, и песочек. Ну, здорово, слушайте, и для детей. Смотрите, сколько людей с детьми. Я не знаю, мне, наверное, кажется, что люди в основном здесь выбирают те, кто с детками, чтобы дальше не ехать по серпантину. До Лоо доехали, хотя это уже под конец, в принципе, серпантин. Ну, я не знаю, кто любит отдыхать в Лоо, пожалуйста, напишите в комментариях, чем вас привлекает. Я свое мнение сказал, почему мне нравится Лоо, и чем мне нравится. Вот, теперь ваша очередь. В комментах, пожалуйста, делитесь. Так, продолжаем дальше двигаться по набережной. Мне набережная даже здесь нравится. Прикольно, наверное, уютная, ничего лишнего. На набережной прям дальше стоят вот так вот переодевалочки душевые. Видите, как это происходит тут? Это душевая, вот эта переодевалка. И огромный плюс я вижу, то, что крыша, крыша закрыта. Это самое главное, потому что люди с гостишек, они могут наблюдать, как люди переодеваются. Я много раз видел, как делают переодевалки, а с окон все как бы видно. Это неправильно. Кстати, вот если вы смотрите организации, организаторы пляжей, обратите на это внимание. Кабинка должна быть сверху тоже закрыта. Рыгункин детские есть. Массаж. Пиво 0,575 рублей, мохицы по 50, молочные коктейли по 100, кофе 80 рублей, 100 рублей. Слушайте, норм цены. Капучино 100 рублей, коктейли по 100 рублей. Слушайте, ценники нормасы, доступные. Так, цены водные аттракционы. Бэтмен 1000, гидроцикл 10 минут 2000 рублей, морские прогулки 300-500, катамаран 1000. Слушайте, очень круто, что везде есть цены. Это прям какое-то бомбическое. Прямо представляете, я иду и все цены я вижу. Я такого не видел вообще нигде. Обычно тебе нужно обязательно идти, обязательно спрашивать. И не факт, что тебе скажут верную сумму, тебя считают, подумают, что у тебя есть деньги и возьмут больше. Вот негры гуляют. Видите, негры. Они очень круто разводят туристов. Говорят, что фотография 100 рублей. Начинают фотографировать тебя на телефон, на твой. Вот. И потом говорят, вот, а ты же сделал там 10 фотографий с тебя, я счет типа доплачивай 900. И люди, конечно, в такие моменты типа вообще ни хрена себе. Какого хрена так доплачивать? Вот. Поэтому будьте аккуратны со всякими вот этими, кто любит с животными фотографироваться, кто хочет сфотографироваться с неграми. Будьте бдительны, потому что тупо разводняк. Одну фотографию сделали и достаточно. Либо будьте готовы, что вам придется отстегнуть. Нас просто тоже так хотели. А быть в Анапе, я в итоге сказал, мне столько не надо, я удалю. Вот. В итоге удалил. Айфон, он же сначала выкидывает в папку удаленные. Вот. Ну, потом я восстановил, короче, и все. Вот такой вот у нас был момент. Вот еще душевые. И еще переодевалка. А дальше... А дальше что? А дальше забор по набережной, но есть возможность спуститься на пляж. Здесь, кстати, тоже спуст есть для колясок. Людей здесь, посмотрите, уже гораздо меньше, потому что просто не хочется идти. И вы можете заметить, что людей здесь гораздо, гораздо, ребята, меньше. Вот так вот. Такие дела на пляжах. Воу. Я даже нашел место, где можно классно, кстати, искупаться. И вообще никого нету. На мое удивление. Прикиньте. Воу, такое существует. Вот. А там вообще какая-то техническая зона, поэтому искупаться там не получится. Сейчас я посмотрю, что это такое. Купание запрещено. Техническая зона. Ну да, видите, здесь такой красивый заборчик. Они поставили, правда, не до конца. Вот. Но тут никого нету. И, конечно, без проблем. Без проблем можно оттянуться. Потому что таких ни катамаранов. Ничего на воду не спустили. Здорово. Гляньте, как тут здорово. Ну, вода вообще бомбическая. Я не знаю, кто что говорит про Лоу. Море здесь охренительное. Вон, медузка одна плавает. Теплющая вода. Хочется освежиться, но я понимаю, что не получится освежиться. Потому что вода очень-очень теплая. Ой, как здорово, а? Что, ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. На закате. Из Лоу. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Дайте поддержку данному видео комментариями, лайки, подписочка на канал. Огромное спасибо, кто делает репосты в свои социальные сети. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok